Президент Анатолий Бибилов принял участие в сезде ветеранов-защитники России, состоявшемся сегодня в Донецке на мемориальном комплексе «Саур-могила». Здесь собрались участники различных войн в Афганистане, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, прежде всего для того, чтобы показать дух, который не сломит и который объединяет народы Великой России и даёт силы, независимо от национальности и вероисповедания. Президент Южной Осетии выступил перед собравшимися, отметив, что именно Россия является гарантом безопасности Южной Осетии и Абхазии. «Независимо от национальностей, независимо от вероисповедания, есть дух, который нам даёт силы, и есть дух, который мы никогда не предадим. И этот дух – русский дух, русский дух, который нас объединяет, русский мир, за который мы все боремся. И в этом смысле каждый из нас является русским. Именно Россия является гарантом безопасности сегодня Республики Южной Осетии, Абхазии. Именно Россия является тем государством, которое приходит и созидает, помогает строить социальные объекты, школы, детские сады». Анатолий Бибилов подчеркнул созидательные отношения России, а в противовес поставил США, которые, по словам президента, несут хаос и разрушение. «Много и последний пример пожалущества Афганистана. Предательство. Теперь посмотрим, где Россия. Россия в Южной Осетии – развитие. Россия в Абхазии – развитие. Россия в Сирии – развитие. Помощь, поддержка. Уверен, что мы, все патриоты России, не дадим сделать так, чтобы кто-то создавал нам проблемы. Это наше общество. Это мы являемся всей Россией. И это мы – защитники. Защитники, которые теряли друзей, хоронили друзей, но не сдавались. Не сдавались, потому что мы все есть защитники России». Глава Донецкой народной республики Денис Пушилим поблагодарил участников съезда за верность Отечеству и преемственность традициям русского воинства. «На Донецкой земле собрались русские солдаты разных поколений, объединённые любовью к родине. Выбор места нашей встречи не случайен. Саурмогила – священное место для жителей Донецкого края. Господствующая высота Донбасса, высота подвига русского солдата. Символ несгибаемой воли русского народа». Глава Югостинского государства принял также участие в высадке аллеи «Русский мир». И сегодня же Анатолий Бибилов стал участником форума сторонников партии «Единая Россия». Стелла Бязарова, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.